В Европе и Германии позитивно оценивают требования Дональда Трампа к России вернуть Крым Украине. Это одна из центральных тем, ведущих немецких СМИ. Авторы многих статей и комментариев высказывают удивление, отсказанного американским президентом, ведь, по их словам, ранее Трамп в основном говорил России комплименты. В немецком парламенте рады такому заявлению со стороны администрации США, хотя тоже удивлены, сколь быстро изменилась позиция Дональда Трампа. Мы позитивно оцениваем это заявление Трампа. Оно соответствует и нашим взглядам на то, что оккупация — это нарушение международного права. А во-вторых, это показывает, что заявления Трампа, сделанные им во время предвыборной борьбы, впоследствии могут очень быстро меняться. Россия была настроена очень оптимистично, но теперь русским придется быть реалистами в оценке позиции США. В то же время Карг-Георг Вильман поприветствовал желание США иметь хорошее отношение с Россией. Он уверен, что это в интересах всего мира. Он не считает, что произошел некий перелом политики США в отношении России, ведь США — это не только Трамп. Я бы не сказал, что это глобальный разворот в политике США в отношении Москвы. Это разворот в отношении того, что говорил президент Трамп, если сравнивать период предвыборной борьбы и ситуацию сейчас. Но то, что было сказано сейчас, уже известная позиция США, которую мы знаем еще со времен администрации Барака Обамы. После подобных заявлений Трампа в Брюсселе не ждут скорой отмены антироссийских санкций. Я не ожидаю, что санкции США против России отменят. США взяли на себя обязательство поддерживать территориальную целостность стран в Европе, в том числе и на Украине. И санкции являются мерами, которые они используют для того, чтобы продемонстрировать это. Недавние новости из Вашингтона это только подтверждают. Обозреватели отмечают, что Трамп оказался в США под сильным давлением из обвинения в том, что сотрудники его штаба контактировали с российскими спецслужбами еще до выборов. По сведениям американских СМИ, это стало известно после перехвата телефонных звонков сотрудников администрации. Сам Трамп опроверг контакты с российской разведкой и заявил, что утечки в прессу являются противозаконными, и в него есть вопросы к спецслужбам.